Казахи в Казахстане про СССР были меньшинством, были самые униженные в своей собственной стране. Им практически везде в общественном месте затыкали рот, если они только-только между собой начинали говорить по-казахски. В автобусе по-казахски между собой казахам никто не разрешал говорить, все сразу гавкали на них. Сразу закрой рот, говори по-русски. Потом казахам никогда не давали даже квартиры в хороших местах, их всех старались выгнать в аулы, я уже не говорю, что там какие-то места чиновников, да, вот в милиции работали казахи. А там, чтобы где-то чиновники были казахи и что-то организовывали, да ты что? Ты спроси своих предков, каких казахов куда к власти допускали в СССР, тем более, когда целину поднимали. Да никуда не допускали, вы что на самом деле? Даже вот первый этаж всегда давали казахам или последний. Самые плохие этажи давали, да, вот если давали квартиры в городе, даже старались не давать квартиры в городе. Я помню в Караганде казахов днем с огнем не найдешь было. Ну, что вы на самом деле, надо было ехать в аул, где вас туда всех повыгоняли. У нас, у меня друг был Акзам, вот он меня приглашал к себе. Он учился в городе у нас в Караганде, да, жил в общаге, и он приглашал меня к себе в гости. Это был аул, это был где-то, ну, 30 километров от города. Кто разрешал казахам жить в городе? Кто допускал их к власти? Чего вы обижаетесь? Это была правда. Чего тут обижаться? Кто разрешал казахам тогда что-то организовывать? Вас унизили тогда. Вы были униженным народом. И проблема в Казахстане. Я вот был в 2019 году в Нур-Султане, да. Иду по городу. Мне вообще было это удивительно. Иду по городу. Везде одни азиаты, и все говорят по-русски. Чтобы у вас до сих пор люди не знают собственный язык. Да, это результат этого. Даже сами казахи мне говорят, что вам, немцам, проще. Вы поехали в Германию, восстановили культуру свою. А нам надо почти пять поколений. Так что, ребят, давайте будем честными.